Это прямой эфир? Да. Мы уже в эфире. Всем привет и слава украине. Передача «Давайте с Кавказа» продолжает свою работу. С вами я, Гелла Васадзе. И сегодня традиционный «Кавказский взгляд» со Славом Кудаевым. Очень рад, Руслан, тебя видеть. Тем более, что я правда соскучился по прямым эфирам. Почти неделю. Ну что, неделю? Да. С понедельника. Почти неделю-то у меня не было. И поэтому меня не было в Двилиси. Я был в Астане. На конференции очень интересная была конференция. О ней мы, конечно, будем говорить. Я бы только рассказал очень долго еще. Но сейчас «Кавказский взгляд» сейчас про то, что происходит у нас и вокруг нас. А вокруг нас происходит следующее. Знаешь, чего я хочу начать? С анонсированной темы. Анонсированная тема была следующим образом. Неужели вот у такой сильной, могучей России ладно, хватит издеваться. Неужели у России А, извини, Руслан меня заносит. Во-первых, я тебя приветствую, очень рад видеть. Все. Я, Гила, приветствую тебя. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Приветствую тебя, твоих зрителей, уважаемые зрители. Вот вы, мы попались сейчас вот таким образом, мы не только вообще не обговариваем, о чем будем говорить. Вот видите, в последнюю минуту мне вообще бывает, спрашивают, мы записываемся или в прямом эфире, потому что абсолютно не представляю, о чем будет идти разговор. Ну, все, при всем этом, Гила, да, тебя давно не было, и очень приятно с твоими, с нашими зрителями встретиться. Я надеюсь, что ты обязательно нам расскажешь про эту очень серьезную конференцию в Астане, про климат, про дух конференции, про вот это, все это очень будет важно. Ну, во-первых, в двух словах тогда, я люблю Казахстан. Я очень люблю Казахстан, и причем многие, те, которые не бывали в Казахстане, многие удивляются, что Гила, ты больше радуешься, когда едешь на восток, чем на запад. Это действительно так. Это действительно так, хотя бы потому, что ну, во-первых, там нет ничего нового. Вроде бы как, я столько раз бывал в Казахстане, что тоже ничего подобного. Каждый раз открывается новая грань по этой стране. Это первое. Во-вторых, сегодня, правда, действительно приятно в Казахстан. Я увидел там стратегические, действительно стратегические взгляды на развитие страны, причем я могу ошибаться, ребята. Но то, что я там увидел, меньше всего было связано с будущим Казахстаном, меньше всего было связано с Россией. Есть прекрасное понимание того, что Россия это уходящая натура и казахстанская элита, казахская элита расформировалась за 30 лет независимости. Ровно так же на наших глазах как сформируется прекрасная Астана. Я каждый раз приезжаю, вижу, как город буквально расширит, взрослеет город. Прекрасно понимает, что будущее Казахстана это будущее в связке с Запада и Востока. И там был очень хорошо представлен действительно Запад. Там было очень много и американцев, и французов особенно. Я скажу так, что всего лишь одна панель прошла на русском языке. Все остальные панели проходили на английском просто потому, что там хотя языками официально были объявлены английский и русский равноправными конференции. Это тоже о многом говорит, ребят. Я думаю, что мы еще будем говорить с непосредственными участниками об этом. Но в двух словах я просто попытался описать то, что я там увидел. Ну и потом, знаешь, что обычно все-таки же вторая половина октября Астана холодно. Таким теплом потепление было. Была просто очень приятная погода, кроме всего прочего. Как атмосфера, как климат был. Ну, во-первых, встречаться с людьми. Кстати, встречаться, как ни странно, хотя, почему странно, было очень много зрителей нашего канала и всем заведущим передавали привет, в том числе тебе, Руслан. Передавали привет и говорили о том, что у каждого встречаться, у каждого был свой фаворит. Были люди, которые говорили, вот с Кутаевым обязательно рассмотрим. Так что... Валейкум ассаламу рахматуллаху. Я очень рад. Буквально ставлю две свои копейки. Казахи исторически продвинутый умный народ. У казахов есть блестящие представители и особенно в Центральной Азии наиболее тяжело приходится казахскому народу, потому что на их территорию чересчур много фактически внедрены люди не казахской национальности, ну скажем русскоговорящие. Хотя чеченцы я не считаю русскоговорящими и они больше все-таки являются они не тюрки, но сторонники Казахстана и казахской дюркской цивилизации. К чему я это говорю? Им сейчас очень тяжело. им тяжело, потому что в их тело внедрено инородное тело. И вот в этой связи им приходится импровизировать, не создавать какие-то прецеденты для того, чтобы фашисты, русские фашисты и депутаты откровенно не стали бы раскручивать маховик антиказахских настроений, которые в принципе всегда имелся и имеется в руководстве России и идеологии русского мира. Поэтому самые мои хорошие пожелания казахскому народу. очень важно, что мы верим, мы доверяем и не сомневаемся, что казахи победят и они найдут нужные слова и построят нужные отношения для того, чтобы они с достоинством вышли бы из этой очень непростой ситуации в связи с соседством Китаем и русскими. Ты знаешь, действительно, вот, действительно, это страна, которая была в достаточно сложном положении, но я вижу динамику, эта динамика очень положительная, это действительно так, то есть, если бы, если бы я бы так не думал, я бы просто бы промолчал. Я всегда говорю, я всегда говорю то, что я думаю, если я что-то, я могу не сказать, но говорить не то, что я думаю, я точно не буду. Я думаю, это уже заметили наши зрители. Так вот, ну, а сейчас к делам, которые непосредственно касаются большой политики у нас, здесь, на Кавказе, и, конечно же, это все связано, и это, кстати, тоже многие, особенно в частных разговорах, подчеркивали, что все зависит от того, что будет в Украине. В последнее время действительно, вот, не знаю, как тебя эта новость триггернула по поводу северокорейцев на фронте. Смотри, как так получилось, что такая богучая, такая большая Россия, у которой, вот, может быть, проблемы с кем угодно, но у них же 140 и 150 миллионов, сколько у них там миллионов, я не знаю. Не важно. И проблем с людьми все равно не будет, а и вдруг северокорейцы почему так, что граждане России больше не хотят воевать. И тут какая-то другая задумка. Ну, здесь вот поставленный вопрос, он обнажает несколько сторон. Первое, вот это надуманная цифра 138 миллионов россиян, она не выдерживает никаких испытаний, потому что этого нет. Я раньше в каких-то своих выступлениях ссылался на данные, которые давал ЗАГС России, это было где-то в 2013 году, до того, как меня посадили. тогда они говорили, что реально в России зарегистрированных рожденных и умерших людей 98 миллионов человек. И вот после того, как я уже освободился, и тоже я вот такие вещи статистические люблю, я ищу, чтобы дать правильный анализ, уже 92 миллиона. Я в принципе допускаю, что через систему ЗАГСа не проходят те мигранты, которые прибывают в России. Ну, пусть они каждый год прибывают по 1 миллиону человек. И в этом случае в России не больше 100, 2, 105, ну, максимум 110 миллионов человек. Это очень завышенная цифра. Это первое разоблачение, что Россия играет с цифрами, манипулирует цифрами и создает впечатление того, что нет. Это первое. Второе. Действительно, настроение людей, носящих идеи русского мира, а их по разным данным 75-80 процентов русского населения является заложниками этих националистических фашистских идей и идеологии, согласно которым они ко всему окружающему и не окружающим относятся к высокомериям, с презрением, и у них единственная задача кого-то покорить, на кого-то сесть и кем-то управлять. И для выполнения этой задачи все, что в принципе у них было в наличии, они бросили. И сегодня дефицит появляется не столько, хотя есть и такие настроения, которые бегут от войны, не столько от того, что люди бегут, а столько как от того, что нет этих людей. Ну хорошо, давай вот по подсчетам, когда была объявлена мобилизация, по разным данным миллион, два миллиона человек убежали от войны, от мобилизации, два миллиона, для 138 миллионов, два миллиона, это совершенно ни о чем не говорит. Что я хочу сказать, у России нет действительно резервов, они русские народы, они не хотят воевать, бурятов, которые в каком-то угаре или туинцы, они бросились заработать деньги, поддались уговорам, поддались пропаганде, и как уже свидетельствуют сами, и бурятские, и туинские, ну вот эти якутские активисты, у них собственно говоря, лучшую часть молодежи уже мобилизовали, призвали эти люди уже находятся на войне. И сейчас собственно говоря, давать-то и нечего. Нет людей в России, на Кавказе откровенно делают все для того, чтобы не попасть на войну. Они не хотят воевать, они этого не стесняются, они не хотят воевать с украинцами, это не их война, это чужая война. И если бы такая возможность была бы, такой был бы расклад, подавляющее большинство этих людей, которые убегают от войны, не русских народов, кавказцев, мусульман, они бы на стороне Украины воевали бы против русских и против России. Почему? Потому что Россия оккупировала их территории, русские сегодня повседневно их терроризируют, русские их откровенно гнобят везде, и вот эти созданные русские общины, северный человек, полярный человек, всевозможные вот эти националистические движения, они прежде всего направлены на то, чтобы гнобить, преследовать, унижать нерусских людей, которые сегодня находятся в России. И поэтому я думаю, корейцы это последний крик, последний крик, и мы же свидетели, даже индийцев обманным путем завеликли, должен был на рендер-моде фактически ультимативно потребовал от Путина немедленно освободить от всех вот этих обязанностей, подписанных контрактов граждан Индии, и он этих людей освободил от вот этой российской, русской повинности. Вот это все дело и дает, что сегодня Северная Корея начала свою часть какой-то армии, подразделений, цифры тоже разные, но скорее всего украинская разведка и украинское политическое руководство тоже об этом в принципе говорят, значит эти люди есть, они появились и это все происходит не от хорошей жизни, это происходит от очень тяжелых, невыносимо тяжелых условий ведения войны России в Украине. Вот знаешь что, Руслан, я хотел бы, чтобы у зрителей не сложилось впечатление, что у меня такие шапкозакидательские настроения, что мол, а, вот все, все знают, Украина сейчас победит и все, все, все. Нет, то, что я увидел на конференции, два тренда на самом деле, один очень приятный, а другой не очень приятный. Первый тренд это то, что все понимают, к чему идет дело стратегическое. Что Россия будет слабеть и что нужно выстраивать какого-то нового мира абсолютно с учетом слабеющей России. А второй тренд это то, что все понимают, что сейчас Россия слабеет, нужно этим обязательно воспользоваться. Особенно речь идет о фруктных странах, но у меня были разговоры в том числе например и с индийскими, причем там был очень высокий уровень представителей, там были директора института. Я был один блогер там. Это было классно. Знаешь? Ну ты тоже, извини, но ты тоже человек ученый с соответствующими знаниями, образованием. Спасибо. и числишься блогерами. Я не для этого сказал, но там реально так. А значит, то есть это были люди, которые представляют именно позицию страны, то есть хотя частные разговоры. Те же родители говорили, что Келла, кто тебе сказал, что мы не сочувствуем Украине? Очень сочувствуем Украине. Но согласись, что мы большая страна и нам мы делаем то, что нам выгодно. Мы не можем делать то, что выгодно Украине. Когда я пытался объяснить стратегически, что нам стратегически выгодно делать то, что выгодно Украине, я говорю, все живут сегодняшним годом. Все живут сегодня. Завтра мы будем поступать так, как опять так, когда выгодно. И так говорили практически все. Так оно и есть. Давай самый главный союзник Украины. Самый главный союзник Украины, Соединенные Штаты Америки, они исключительно, чтобы это было полезно прежде всего Соединенным Штатам Америки. И Трамп это достаточно цинично, откровенно, без всяких оговорок это говорит. Но и остальные это тоже делают, но они не говорят об этом, так дипломатично пытаются какой-то фантик это все без купюр если прямо сказать каждая страна заинтересована в том, чтобы интересы своей страны защитить, своих избирателей защитить, и чтобы собственно говоря успех и в экономике, и в политике, и в дипломатии был на стороне по всем направлениям вот исключительно из собственных интересов и строится все между народами и между государствами. Ты знаешь, вот уже исходя из этого, ну мы в данном случае здесь на нашей площадке говорим об интересах Кавказа и об интересах Кавказа и так понятно, что наши интересы гораздо плотнее и прочнее связаны с Украиной, потому что у нас интерес ровно так же как Украина борется за свое выживание, она борется и за наше выживание всех Кавказов из-за исключения. И тех, которые сейчас находятся внутри Российской Федерации, и тех, которые находятся в дороге. Поэтому понятно все, но вот смотри, если мы говорим уже о Кавказах, которые находятся сейчас внутри Российской Федерации, мы можем сказать о том, что настроения изменились как-то или они меняются, потому что абсолютно очевидно, понятно, что просто я, честно говоря, пару раз подумал об этом и во время поездки, и потом вот сегодня ко мне пришла эта мысль. Как все по-другому бы выглядело, если бы у той же Чечни была бы своя государственность и выстраивалась уже по государственной политике отношения с Россией. А когда ты внутри России, это очень сложно, я понимаю, прекрасно. Что скажешь по-другому? Ну, если бы чеченский народ в лице своего государства, правительства, дипломатических органов могли бы транслировать свои настроения, они, конечно, были бы из всякого сомнения на стороне Украины, потому что в принципе никто этого и не стесняется, и не скрывает это говорить. Что касается кавказцев, которые сегодня находятся в России и в Москве, скажу откровенно, их ситуация сложная, но эта ситуация не такая критичная, которой она была в 90-е годы. В 90-е годы в Москве, в России были, да, сотни, десятки, сотни тысяч не русских, а вот за эти годы, за эти 25-30 лет ситуация резко поменялась. Сейчас в Москве больше 50% москвичей, жителей, кто проживает в Москве, это не русские. Они не просто убирают дворы, они не просто строят дома и строят дороги, ремонтируют дороги и дворы, они уже, их дети, много времени, действительно, 30 лет, это же много. И тот человек, который, у него родился, скажем, тот же узбек, у которого в 92-м, 5-м, 7-м году родился ребенок, он уже вырос, закончил в Москве садик, в школу поступил институт или закончил, это совсем другое качество и другое отношение. В 2000-е годы в начале в метро везде вот эти милиция московская, она преследовала чеченцев, ловила, гоняла, невзирая на возраст, они это делали достаточно откровенно, вызывающе, беспардонно. Я тогда заметил очень интересную, вот для меня это было интересно в последующем, я понял логику вот того, что происходит. Я бывало, видел в метро чеченские, ингушские ребята, молодые, 17, 15, 18 лет, и милиция их проверяет, документы, и ты знаешь, они не только их не то, что побаиваются, они плевать на них хотели, они откровенно, вызывающие, откровенно хотели на них плевать, это ребята, которые родились, учились в садике, в школе в Москве, они москвичи до мозга костей внутри, и осознание себя, кавказцам у них тоже есть, и они откровенно глумились, и что самое интересное, эти работники МВД, вот эти какие-то дежурные наряды, их не трогали, и их, они пытались даже от них избавиться, они вот, вот, когда они видели, что именно вот эти, они не хотели с ними вообще связываться, вот представь, их было десятки, ну сотни было их тогда в Москве, а сейчас десятки тысяч, сотни тысяч этих людей, поэтому ситуация для России, для фашистующих лидеров России, типа Бастрикина, ФСБ, ситуация усложнилась, ситуация усложнилась тем, что не то, что они по праву Конституции, законов, которых они прописаны, несуществующих законов могут говорить свои права, а они по праву проживания, рождения, эти люди, вот эти дети повзрослевшие, они говорят совсем о другом, и они сегодня абсолютно не собираются отдавать свои дворы, отдавать свои магазины, какие-то свои бизнесы, они за это будут впрягаться, они очень пассионарные, они действительно продвинутые, физически подготовленные, грамотные, образованные, вот сейчас в Москве и в окружающих областных центрах выросла целая плеяда молодых людей, нерусских, мусульман, кавказцев, которые мыслят категориями, скажем, кавказского человека, мусульманина, но они мыслят категориями собственника и категориями того, что они являются именно людьми, которые имеют право на это место, на этот город, на эту улицу, с этим уже они ничего не смогут сделать, потому что это уже чересчур серьезно это вжилось, это мясом уже обросло в самой России, русские упустили это, они упустили, они все время, они как всегда ошибаются, и многие, и до них ошибались, когда кого-то приглашают в качестве сантехника, слесаря или уборщика, они не замечают, они думают, что сын уборщика будет уборщиком по наследству, как в индийских фильмах, люди второй, третьей величины значимости касты будут хозяин, мой отец обслуживал этого, я этого обслуживаю, нет, так не бывает. Это по-моему в продяги, сын вора вор, сын прокурора будет прокурором прокурором, и поэтому так не бывает, и эти ребята учились с разными людьми, и не забывай, здесь если даже охрану приставили в школе, там возле крыльца школы, возле двери класса охранник остался, а внутри класса тот, кто верховодит, тот и верховодит, кто управляет, тот и управляет, а я тебе скажу, там лидерами мнения, лидерами были далеко не те, кого сегодня хотел бы Бастрыкин. Руслан, ну это же хорошо известный факт, для тех, кто служил в советской армии, те прекрасно знали, что кавказцы составляли меньшинство всегда, меньшинство всегда, в любом подразделении, ну понятно, у нас было меньше, но всегда кавказцы были лидерами, никто кавказцев слова привык мог сказать, потому что, ну вот сила в единстве, да, что называется, действительно, все за всех вписывались сразу же, и в данном случае, я не знал вообще, ну у меня же фактически я из того поколения, где все студенты служили, вообще все служили тогда, когда как раз был Афганистан, все заставляли служить в армию, и я не знал даже среди моих друзей, одноклассников, и так далее, которые тоже прошли через советскую армию, везде не было таких подразделений, где бы кавказцы были бы как-то ущемлены, наоборот, даже больше я тебе скажу, мне иногда становилось за наших неудобно, уж слишком нагло бы себя вели в этой армии, мы были наглыми, и, знаешь, молодые зверьки, которые верховодили, ну а по-другому не получалось, по-другому тебя бы забили. Такая была ситуация, я думаю, что сейчас мало что изменилось в этом социуме, а Россия сейчас вся, как армия или тюрьма. Думаю, так. Так... Ну, Слан, по-моему, у меня завис. Да, кажется, что-то с интернетом, я надеюсь, сейчас он вернется. Ну, вот так вот, вот так вот, друзья мои, я сейчас хочу спросить, когда Руслан сейчас вернется, я хочу спросить у него про конфликт, который уже сейчас, окей, вот, вернулся Руслан. Руслан, я не знаю, с какого момента у тебя завис интернет. Слушай, вот когда я рассказывал про армию, ты слышал? Да, я слышал, когда ты говорил, что они были дружные, но я хочу сказать, там были... даже было неудобно за наших, за кавказцев, потому что мы были не просто дружные, мы были даглые, мы были, вы знаете, молодые зверьки, которые, а по-другому не получалось. Или нас было межизон, мы были настолько сплоченными, что нас никто не может продать, но наоборот. Ну, вот примерно вот такая ситуация была. Я думаю, что сейчас Россия как армия или тюрьма. То есть, в социуме ничего не меняется. Ты очень правильную и контрольную мысль сказал, вообще Россия, она построена, и русская православная церковь построена так, и путинская вертикаль власти построена, и Россия построена как лагерь, как тюрьма. И вот здесь, в этой жизни заправляют сильные. Сильные люди, которые могут за себя постоять, и слабые через них проходят, их топчут, у них отнимают все. Это и есть одна из серьезнейших характеристик, характеризирующих Россию и поведение его и в общежитии, и в управлении. Так, слушай, ну, вот на этой неделе, да, по-моему, на этой неделе уже окончательно как бы оформился этот конфликт между двумя кавказцами, в общем-то. я имею в виду Кадыров Керимов, в поводу того, что глава Дагестана сказал, что он будет защищать своих. Вот с этим, как бы, то есть, понятно, что власти попытаются перевести эту конфликтную ситуацию в конфликт между кавказцами, чтобы себя обезопасить. Здесь нет опасности, об этом я много на прошлой неделе и говорю, здесь нет опасности, но если будет конфликт, а я убежден, не будет конфликт, никто скалирован в конфликт до уровня разборок не пойдет, изначально это проигрышный вариант. Здесь, мне кажется, вот в этом бизнес-споре совершенно откровенно, то это можно именно назвать только так, когда я просто... Извини, что перебиваю, именно бизнес-спор, то есть, нет более подсподных других еще... Нет, абсолютно нет, никаких. Это бизнес-спор, и когда очень много объявляет о том, что Кадыру объявил кровную месть, но они, не имея представления, кровную месть объявляют, когда кого-то убивают. Все, когда ранит человека, это не кровная месть, только когда убивают. Кадыру предъявил серьезные претензии. Во-первых, в одной редакции это звучало, что у меня есть доказательства, что Керимов и вот эти два депутата, они пытались заказать меня или заказали что-то около этого. И второе, он говорит, что они должны ему доказать, что они этого не сделали. в любом случае, как бы мы это не рассматривали бы, вот этот бизнес-конфликт, он перешел совсем в другую плоскость. Здесь одна сторона другой стороне навязала чувство вины. чувство вины очень серьезной претензии, где предъявляется, что кого-то убили, хотели убить, и не кого-то, а самого Кадырова. И вот здесь надо оправдываться, надо доказать. В любом случае, вот предложенный вариант их последующего взаимодействия, что надо им доказать, что они этого не сделали. Я смотрю, мало кто заметил, но многие, по крайней мере, не говорят об этом. Уже идет решение этого спора. Жена вот этого Бакальчука, Татьяна, сторона вот вот этих Керимова и депутатов, она неделю назад заявила, писала об этом, много написано, и можно найти, что ее муж, интересы которого защищает Кадыров и его окружение, забрал с бизнеса, снял 3 миллиарда долларов. То есть всего там, как говорят, 7 миллиардов, уже 3 миллиарда денег оттуда с бизнеса были сняты. То есть почти что 50 процентов разговоры идут разговорами, но одна из сторон уже почти 50 процентов денег в этом бизнес-споре забрала, присвоила себе. И уже мы видим, куда это идет. Я в принципе предполагаю, что решение этого вопроса будет, что депутаты докажут или попытаются доказать, что они тут ни при чем. Керимов для того, чтобы все эти вопросы остались заглаженными, он откажется от вообще какого-либо посягательства на бизнес, что там с армянами, которые у них на побегушках были, кто, собственно говоря, инициировал весь этот конфликт, на каком уровне их интересы останутся, я не могу сказать, но я уверен, они тоже разбегутся, я уверен, что уже Кадыров в свою пользу решил этот спор. Еще раз говорю, официально Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж 3 миллиарда долларов из бизнеса вот этого, вот этой компании уже снял из оборота бизнеса эти деньги. Микрофон ключи, Гела. Микрофон. Да, да. Слушай, тогда я не совсем понятно, зачем Сергей Меликов это было связано с этим конфликтом, с этой конфликтной ситуацией или вообще, или чисто по внутренним причинам. Сергей Меликов сделал заявление по поводу того, что... Да нет, это было связано с этим конфликтом. Ну, что сделать Сергею Меликов, давай вот так прикинем. Вот, что он сделает? Ну, заявил там, да, да, как его там звать, я не помню, Керимову, вот там, дорогой друг, я всей душой за тебя, там и заведующего садиком тоже за него сказала, мы с тобой, и там директор аэропорта сказал, нет, Россия сейчас находится на таком уровне, где любые вопросы решает человек с ружьем. Если у тебя есть банда, эта банда, причем это иметь, наличие банды, это тоже не все. Эта банда должна беспрекословно выполнять спущенное задание. Это очень важно, это самые главные условия. Но у Меликову, возможно, как у кто он там, там, президент, или глава Дагестана, имеется, глава Дагестана своя охрана, ну да, он генерал-полковник, по-моему, Росгвардии, он даже не руководитель какой-то подразделения в Росгвардии. И таким образом любые его заявления Дагестан там за тебя. Я почему-то убежден, если сейчас Меликову и Кадырову вышли бы к дагестанцам и сказали бы кто из вас за кого, почему-то у меня смутные догадки, что за Кадырова было бы в Дагестане больше. Но это мои ощущения. Это не какие-нибудь проведенные исследования. Я всегда люблю быть точным, потому что вот такие ощущения очень достаточно, комплементарно, очень много дагестанцев относятся к Кадырову. И очень многие связаны с ними какими-то дружескими, даже на уровне братскими отношениями. И это тоже нельзя сбрасывать сошеду. Понятно. То есть просто консортируем факт, что Меликов за Керимова. Ну хорошо, что он за Керимова. Очень прекрасно. Но самое главное, чтобы это не привело, чтобы не была использована та самая извечная тактика русской империи, разделяя власть. Ну здесь самое радостное известие всей этой истории, что народы Дагестана и Чеченской республики, они не поддадутся. И здесь это как раз тот случай, но пусть депутаты, сенатор и глава региона свои разборки устраивают, а люди тут ни при чем. Я думаю, ни дагестанцы, ни чеченцы из-за этих людей спорить в отношении друг друга, даже какие-то гадости говорить, не думая, что они этого будут делать. Руслан, я думаю, что нам стоит поотвечать на вопросы, потому что всегда не хватает времени потом для ответов на вопросы, а вопросы интересные. Давай, Генн. Ну вот, Мубарис пишет, правда, внутренний вопрос задает по Горисской теме, но я отвечу, значит, здравствуйте, дело, я немного опередил, хочу вас спросить про мэра Дмитрия, я его знаю как хорошего человека, как вы думаете, мог бы он стать премьер-министром Грузии? Ну, дорогой Мубарис, если вы его знаете как хорошего человека, это как ваш взгляд на него, а что касается мог бы, премьер-министром Грузии он может стать только в том случае, если победит правящая партия. Может, до года, но я не думаю, что Иванишвили очень хочется, чтобы Каладзе стал премьер-министром Грузии, это уж точно, но так, качество ремарки. Наби Асманов тоже пишет по поводу выборов в Грузии, мол, призывать для голосования. Понимаете, в чем для того, чтобы пришли люди на выборы, я понимаю, что про выборы сейчас будет много вопросов, но это выгодно прежде всего оппозиции, поэтому не будет мечта призывать приходить на голосование. Оппозиция должна сделать все, чтобы привести людей. Наталья пишет, я прошу прощения, интересует оценка господином Кутаевым уровня доверия к власти Российской Федерации и оценки граждан Российской Федерации участия северных корейцев в войне против Украины. Уровня доверия к власти, доверия к кого? В России, до сколько граждане доверяют власти и как они оценивают участие корейцев? Я думаю, я думаю, что в любом случае в России, ну давайте, в России она очень разношерстная, если мы будем говорить за основных инициаторов войны и вторжения Украины людей русского мира, они тоже стали разочаровываться в Путине не из-за того, что он совершает преступление, а из-за того, что он не побеждает в Украине. Они любые жертвы, лишь бы их самих не было, они так на диванчике устраиваются, попкормом запасаются и вот смотрят, болеют и хотят, чтобы убивали украинцев, чеченцев, чувашев, якутов и так далее. Что касается уровня доверия, я думаю, это прямо и связано именно с этим. Доверие, если Россия будет успешной властью, успешной в плане вот этой победы в Украине, в этом случае Путину будет прощено всё. Ну, население в России, она, вот эта масса, она неоднородная, и есть другие народы, есть исламское, мусульманское население, есть кавказское население, они, конечно, изначально всегда испытывали недоверие, откровенную неприязнь к российской власти, потому что Россия, она никогда не оставляла место, чтобы они даже заблуждались. Каждый Божий день у тебя в селе, в посёлке, в городе идёт зачистка, то убивает одного, то пристреливает второго, окружает дом, и вот эта вся чехерда преследований, убийств идёт, и все люди понимают, что абсолютно невиновных людей. Вот посмотрите, это важно для понимания ФСБ России в социальных сетях и, пользуясь своими огромнейшими возможностями, через своих каких-то оперативных работников, формируют людей недовольных, молодёжь, которые не дают выйти на площадя, где-то создавать партии, чтобы выражать своё мнение. И вот они кипят где-то, и вот появляются работники ФСБ, как какие-то там лидеры свободного мнения, и вот они сколачивают из этих недовольных какие-то группы, и потом эти группы зазывают куда-то, естественно, там их ждут, и там их убивают. Вот таким образом они устраивают карусель, и поэтому Россия, она ФСБшная, она для Смоленской области возможно какая-то гражданская власть, а для нерусских народов, скажем, тот же Крым стал частью России, крымские татары, они бежали, те, кто остались ежедневно, их прессуют, их детей забирают, их преследуют, их убивают, их сажают в тюрьму. Поэтому, и вот посмотрите, я особенно русским сейчас говорю, что вот вы сделали, лайк поставили семь лет, какую-то симпатию проявили в комментариях Украине одиннадцать лет, вот, и дайте оценку, в отношении вас поступают правильно или нет. Когда вы себе оцениваете, я не в данном случае не по поводу этой Натальи говорю, а вообще говорю, вы когда себе родных вы оправдываете, вы... Я стопроцентная украинка. Вот, когда русские себе оправдывают, вот они, вот, такие, вот мы невиновны же, ну, простите, мы тоже были невиновны. Ну, почему вы хотя бы сейчас, оглядываясь назад, проходя через все эти перипетии несправедливости, жестокости, коварности власти, сами проходя, они за себя говорят, но в то же время, вот точно так же, как с вами поступают и с нами, они вот здесь, с нами, они не хотят солидизироваться, то, что с нами власть сделала, они считают правильно. Поэтому этот, именно тот случай, который я убедительно, настойчиво говорю, здесь невозможен синтез вот русского мира и остального мира, тюркского мира, кавказского мира, в России это невозможно, потому что русские, вот они подавляющиеся в своем большинстве, есть прекрасные люди, которые защищают интересы других народов, за это страдают, вон Олег Орлов был посажен в тюрьму, его преследовали, но это единичные случаи, вот в целом вот они находятся в таком состоянии. И закругляет вот на этот ответ, я скажу, русские недоверие болезненно относятся к власти, потому что власть проигрывает войну Украине, только из-за этого. Если бы Путин выигрывал бы войну, они бы сейчас носились бы как шальные самогонкой в кармане и в руках и упивались бы победой, а жертву они приватят. К сожалению, приходится констатировать, что большинство действительно в России так, к сожалению. И НМЕ очень задает очень интересный и очень важный вопрос. Ассалам алейкум, Гелла, Руслан, вопрос к гостю, верит ли он, что Запад готов иметь дело со свободными народами по САФА, отказавшись от России, которой они делегировали подавление всех этих наций? Прекрасный вопрос. Не верю я, потому что мне ежедневно приходится и в Европе, и в Америке, и, откровенно говоря, и в других странах мне приходится говорить, доказывать. И здесь европейские страны продвинутые, Германия, Франция, Великобритания, они все чуть раньше мы с Геллой говорили об этом. Все страны строят свои отношения исключительно из интереса. Насколько это им выгодно или невыгодно. И сейчас, и всегда это было давать первую и вторую войну Чеченской Республики финансировал. Билл Клинтон перед второй войной Россия выделил 6 миллиардов для ведения войны Чеченской Республики. Откровенно, совершенно точно эта информация. То есть я не верю. Что-то должно произойти такое, я даже знаю, что должно произойти. Вот то, что сегодня Украина делает, сдерживает Россию, если бы не было бы Украины и России уже ожесточенная, я скажу вам откровенно, война уже поднаторевшая, это уже не та ленивая, трусливая русская армия, это жестокая, продвинутая, но в тех рамках своих вооружений и невероятно жаждущая уничтожение всего армии, и если бы убрать вот эту прокладку Украину, они сходу съели бы и Польшу, и Прибалтику, и Германию, а может быть и Францию, потому что такой отчаянной войны и борьбы, как Украина, вести не будет, так вот, когда настанет такой час и такое время, что они все-таки будут чувствовать, что они придут, вот тогда они, может быть, тогда и начнут пересматривать, это первое, и второе, не забывайте, в сегодняшней России огромнейшее количество активов находится в руках у граждан Германии, Соединенных Штатов Америки, Израиля, Великобритании и так далее, причем, скажу откровенно, компанию и Байдена, и Трампа, возможно, спонсируют кто-то из тех, кто имеет активы в России, и вот эти люди и влияют на принятие решений, поэтому они Карамурзу, Навальную, Яшина, Машина, вот эти все проходят, а почему, потому что они являются фактически говорящими головами вот этих олигархов, олигархов, которые и делятся активами с американцами, с немцами, с евреями и с британцами, вот этот такой клубок связанных очень сложных отношений сегодня не на пользу народам, не русским народам в России и украинцам тоже, но надо дальше отстаивать свою свободу, мы же помним, Байден предложил Зеленскому и предоставил самолет, сказал прилетайте в Польшу, в посольство США, и потом там заберем, не заберем США, и они предлагали отдать Украину России, это только дух Украины, дух политического, военного руководства Украины заставило идти вот этот процесс войны по другому руслу, хотя и немцы, и французы, и итальянцы, все, кроме англичан, если интересно, посмотрите в начале, Британия заявила с Польшей, что они готовы заключить тройственный союз против России с Украиной, остальные все страны готовы были сдать Украину, и они это все делали для блага своего народа и своего государства, как им казалось. Пока мы не перешли к следующему вопросу, я вот сейчас хочу одну новость, которая для меня, как для грузина, конечно же, вызывает у меня, честно говоря, кривую улыбку. В музее самопровозглашенной Абхазии экспозицию героя в Абхазии, включающую портрет чеченского полевого командира Шамиля Басаева, принесли в архив. Это сделано по требованию министра обороны, так называемого, Владимира Анну, а уполномоченная по правам человека в Абхазии Анаст Кишмария обратилась к президенту, в кавычках, конечно, основном жаде с предложением лишить чеченского командира Шамиля Басаева звания героя Абхазии. Для нас Шамиль Басаев в этой войне был врагом, мы с ним воевали, но для них, для Абхазов, я думаю, кое-что он сделал. И вот это такое отношение, это тоже, кстати, показатель того, что было. для них Басаев и Чеченцы сделали, к сожалению, очень много. Если говорить честно, они сделали все. В 93-м году в городе Грозном в Доме Офицеров я, руководитель партии Национальной Независимости и пришедший по поручению Шаварнадзе профессор, доктор наук Авраам Шаухалашвили создали общество Чечено-Грузинской дружбы. Я никогда этого не стеснялся, я всегда открыто говорил, если нам, чеченцам, надо выбирать между грузинами и Абхазами, мы выбираем грузин. Мы выбираем, потому что это исторически глубинные тысячелетиями наши братья, наши кавказские братья, которые всегда приходили к нам на помощь. Я удивляюсь, что до сих пор они этого делали. Я нисколько не удивлен, что подобным образом Абхазия себя ведет. Абхазия это было предсказуемо, это было предсказуемо, потому что никакой благодарности быть не могло. И об этом тоже я много лет назад, 93-й год, это много лет назад, это 30 лет назад, выступая с телевидения Чеченской Республики Ишкерии, я обращался к нашим чеченцам и говорил, не идите воевать против Грузии, вы никогда в жизни то, что вы думаете правильно, и там говорили, идут за швиту мусульман. Я говорю, какие они мусульмане, они со мной армией служили, они со мной в институте учились, они вообще рядом с мусульманами не ходили. Поэтому для меня это лишний раз подтверждение того, что надо было ожидать. При всем этом я хочу сказать, в абхазском народе есть люди, которые глубинно осознают и понимают себя, как кавказцы, они в таком едином стоят в ряду освобождения от России, но в подавляющем своем большинстве в целом я бы никогда в жизни не сделал бы ставку на этот народ, на этих людей, потому что они в любом случае подвержены, они уже русифицированы и они достаточно откровенно и не стесняясь, ну, как бы грубо не сказать, приняли условие, что они часть русского мира. нет, ну, там, в принципе, главным-то, это были такие разговоры, но главным-то, этим мотиватором не было же то, что за мусульман они идут сражаться или за ислам. Может быть, такие разговоры и были, просто у меня тоже был разговор, но это не было главным мотивом, но это было по ходу что-то как бы объяснить, как-то оправдать все это все. но в общем-то показательно, я думаю, что называется суд истории, история все расставляет на своих местах и Абхазы, Абхазы, конечно же, являются Абхазами, но я бы просто призвал бы Абхазов вести себя как Абхазы, и тогда все встанет на свои места. Только все, наверное, так, а не держаться за Россию. Я понимаю, что Россия это единственная сила, которая сейчас скажем так, дает им подпитку, силу, для того, чтобы не пускать те сотни тысяч грузин, которые были выгнаны в свои дома. Ребята, неправильно это. Поэтому это призыв просто вести себя как кавказцы. Идем дальше, наверное, да? Люди вернутся в свои дома, вернутся и в Абхазии, вернутся и в пригородном районе Осетии, вернутся и в Дагестане, все вернутся в свои дома. Только надо иметь терпение и ждать. Это время уже наступает. Это близко. У нас появился представитель русского мира, как всегда, анонимный, Джо Лимонадный, который пишет следующее. Интересные вещи он пишет на самом-то деле. Мол, неправедные, но интересные. Это было интересно прокомментировать. Чечня, это камень, который тянет вниз всю страну. Вы ничего не производите, кроме суеты, угроз и насилия. При этом дорого обходите с бюджетом. Этот вопрос рано или поздно придется решать. Кто будет решать? Кто вам мешает? Что скажешь? Что вы ответите? Чеченцы, исторически люди, которые любят работать, любят строить, достаточно приехать в Горную Чечню, куда, кстати, до развала Советского Союза нас вообще не пускали. Там выстроены в 9, 8, 11 веке города вот представьте, мы иногда смотрим завороженно, как китайцы построили на какой-то вершине какие-то там дома. Посмотрите, чеченцы не менее острые вершины строили свои башни. Это были люди с инженерной мыслью, это были не только воины, это были и люди, умеющие работать. Чеченская республика это страна, где очень много нефти и газа. У нас была самая развитая промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. Вы все это разорили. Вы русские вывезли у нас три нефтеперерабатывающих завода Асламбеку Асламбеку Шерипова Анисимова и Асламбеку Шерипа и Ленина. Вот три нефтеперерабатывающих завода. Что интересно, когда Казанцев, бывший командующий Северокавказским округом, потом он был представителем Южно- Южно-Федеральном округе, когда с женой разводились, жена его и разоблачила, что у него имеется в наличии собственности один из нефтеперерабатывающих заводов, который он демонтировал и вывез из Чеченской Республики. Поэтому мы и производили, мы и сеяли, мы и строили, мы и умеем делать все. Но вы русские и ваша власть, вы ошибались, вы думали, если вы с вами кто-то согласится, даже наши предатели, вы думали, они будут стоять с протянутой рукой? Нет. Они сказали условия, что мы находимся с вами, мы будем у вас на полном содержании. И они это делают, и они платят. Неужели вы думаете, они встали бы в число в ряд тех, кто склонив голову и ногу стоят перед вами, что они станут рядом с ними? Худшие из нас плевать на вас хотели, и поэтому они ведут себя соответственно. А вот представьте, когда лучше вернуться, что будет тогда. Поэтому вопрос надо было давно решать, мы его решили, мы подписали соглашение, мирное соглашение, мирный договор в 1997 году мы два соседа, два соседних государства, мы могли бы и закрыть границу, если мы уж сильно друг другу не нравимся, и не ходить даже в гости. Но каждый раз вы совершаете одну и ту же ошибку, вы хотите, чтобы все у вас были в покорности, но не все соглашаются на эту отведенную вам роль, и когда вы не можете этим ничего поделать, тогда вы начинаете возмущаться, а почему эти не подчиняются, но извините, а кто вам сказал, что они будут вам подчиняться, и что ими вы будете управлять, такой договоренности не было. Поэтому нет проблем, вопрос рано или поздно придется решать, мы его давно решили, вам просто надо уйти с Кавказа и оставить нас. Вот и все решение, мы же не в Рязани, Джо Лимонадное, мы же не в Рязани, мы же не во Владимир приехали, мы у себя дома, уйдите и живите спокойно в своей жизни. Гелла, включи микрофон. наверное, вопрос был решен, и поэтому не надо сейчас тень на притень наводить. Я всегда хочу избегать этого вопроса, ну раз он уж задан, хорошо, я сделаю, просто скажу, что обязательно будем расширять географию. Гелла, задайте, пожалуйста, вопрос уважаемому Руслану про коллаборацию западного и восточного Кавказа, а именно почему черкесы просили не говорить за них. Я сразу же хочу сказать, что каждый, кто говорит здесь, и я, и Руслан, и другой Руслан наш друг Айсин, и все другие говорят не за кого-то, а за себя. Ну, во-первых, проект Ассамблеи народов Кавказа действительно включил все народы северокавказского региона и в том числе и даже мы с Геллой задолбались от разных откровенных наскоков. Одни говорят называйте нас черкесами, другие говорят называйте нас адигами, и вот какие-то там обиды, все это наслаивалось друг на друга, и мы в конце концов решили, есть и кабардинцы, есть черкесы, есть адигейцы, вот таким образом каждого и будем называть. Так что касается проекта Ассамблеи народов Кавказа, три месяца наша группа проводила исследования социально в сетях, действительно очень активно вот этот сектор кабардинцев, черкесов и адигейцев были озабочены тем, что их включают в прияду кавказских народов и они хотят выстроить свою судьбу, свои отношения самостоятельно. В связи с этим я еще раз сообщаю, в проект Ассамблеи народов Кавказа, Кавказского государства не входят кабардинцы, черкесы и адыгейцы. В этом проекте находятся карачаевцы, балкарцы, нагайцы, ну и так далее по списку дальше. Поэтому, что касается, когда мы будем, я буду говорить как политик, как общественный деятель за Кавказ, за черкесов, за кабардинцев и за адыгейцев, я ничего говорить не буду. Кстати, казаки очень активно обращаются, чтобы в проекте Ассамблеи народов Кавказа они появились как часть кавказского государства. Очень интересное предложение, мы ее сейчас рассматриваем и скорее всего это предложение будет принято. Ну как эксперт, как политик, естественно, я буду говорить и за черкесов, и за кабардинцев, я буду давать оценку, как я вижу там ситуацию, какой расклад, что может быть, случиться и что нужно ожидать. И в Дагестане, и в Ингушетии, и поэтому, ну тут уж не обессудьте, я здесь излагаю свои собственные мысли, я не вторгаюсь в вашу жизнь, я просто со стороны смотрю и делюсь мыслями, что там происходит, что там может качественно измениться, правильно это или нет, это мои мысли, это не означает, что я вторгаюсь в жизнь вот этих народов, поэтому, вот дорогой друг, вот они своего добились, они активно штурмовали, и еще раз в конце уже еще раз повторяю, в проекте Кавказского государства Ассамблеи народов Кавказа отсутствуют адыгейцы, черкесы и кабардинцы, мы их не рассматриваем в той части создания Кавказского государства и мы им желаем всего самого наилучшего, пусть они сами и строят свою жизнь, как им заблагорассудится и мы желаем в этом направлении им только всего хорошего, не больше мы пошли навстречу, мы их поняли и мы их поддержали, мы их поддержали. Я внесу свои пять копеек, ну, во-первых, у меня, конечно, очень много друзей, действительно друзей и есть отношения, значит, общение и так далее с представителями черкесского народа, я, со своей стороны, считаю, что сейчас обязательно дополню, потому что у нас есть по Кавказу, я обязательно дополню и очень хотел бы, чтобы был цикл передачи по истории черкесского народа отдельно, потому что это интересный и большой пласт, и, а что касается Ассамблеи народов Кавказа, поймите правильно, это проект, который мне очень дорог, я очень его поддерживаю, но это проект, ребята, это предложение, это предложение можно принимать, Руслан Кутаев никого не заставляет с дубинкой обязательно если этот проект поддерживают, то его поддерживают, извините, это факт, но еще раз говорю, дело я больше, дело я больше скажу, в политическом совете Ассамблеи народов Кавказа остаются и черкес, и кабардинец, и они говорили за мои личные отношения и моих друзей, которых огромное количество, мы с ними тоже посоветовались, они говорят, коль вот таким образом наши земляки настаивают, давайте и пойдите действительно им навстречу, когда голосовали президиум, единственное, я и еще два человека, трое были против, я вообще при всем этом я настаивал, что нельзя эти народы исключить из кавказского проекта, потому что я знаю значительно больше, чем просто зрители или еще кто-то, потому что этот проект очень привлекательный, потому что у этого проекта вдруг могут появиться и тогда инициирующие вот подобные настроения российские кабардинцы, черкесы и адыгейцы останутся у разбитого корыта, потому что инициативу уже в свои руки взяли черкесы американские и орданские, даже турецкие, к ним близко не подходят, они очень активно в этом отношении создание кавказского государства работает. Я просто исхожу из того, что вот лучше много раз уступить, чем ну как-то было чувство обиды какое-то у какого-то представителя кавказа, мне очень дороги вообще отношения, вообще отношения между людьми мне, конечно, очень дороги, особенно отношения между представителями кавказских народов, вот это самое главное у нас, я думаю, я думаю, Церковь, что согласишься. Конечно, согласен, именно из-за того, что отношения дороги, мы и пошли навстречу кабардинцам, черкесам, что они говорят, ну, отставьте нас, отставьте нас, мы сами решим проблему, и вот мы пошли навстречу и говорим, мы вас оставили, братья, идите своей дорогой. Все остальное есть хороший, у меня был хороший случай, это самую недолгую, скажем так, службу на государственную службу, у меня был хороший случай, когда я, будучи заместителем мэра, разговаривал с мэром Батуми тогдашним, можно на Филизе, умнейший, опытнейший человек, и я что-то сильно нервничал по какому-то конкретному вопросу, я говорил, ну, как же так, ну, нужно же это решать. Келла говорит, ну, там наверху решат, решат, а если нет, давай, говорит, оставим этот вопрос на главного учителя, думаю, про кого он мог сказать главный учитель, кто, я говорю, главный учитель, жизнь, главный учитель, это жизнь, она научит, поэтому, ну, давайте оставим этот вопрос на рассмотрение главного учителя. Конечно, да. А сейчас я хочу просто озвучить вопрос от человека, я очень рад, правда, очень рад и признателен ему за то, что он смотрит наши передачи, человек, с которым я лично, к сожалению, не знаком, о котором я слышал еще, учась в Казани, будучи в Татарстане, это Рафис Кашапов. Мне бы очень хотелось с ним поговорить в этой передаче, огромное ему спасибо за внимание к нашей передаче. И вот вопрос я озвучиваю. Рафиса, нынче Западу нужна новая стратегия, которая будет способствовать развалу Рашки. Как нам выйти из этой ситуации? Рафис, саламу алейкум, приветствую тебя. Ты тоже глубинно втянут вот в эти все переговорные процессы и участвуешь в них не меньше нашего. Так вот, к великому сожалению, еще Запад не готов к развалу России. Они все еще оглядываются, они все еще обманывают себя, кто-то осознанно, кто-то действительно думает, что Россия может быть буфером между Китаем и Европой. Хотя давно Россия уже инструмент в руках Китая, и именно этим инструментом собственно Китай и будет делать все в отношении Европы. Поэтому я не думаю, что здесь однозначно превалируют на сегодняшний день какие-то настроения. А кто-то осознанно, понимая, зная, есть очень серьезная боязнь потерять активы. Это самое важное сегодня, что определяет вообще ход войны в Украине. В России очень многих влиятельных американцев, европейцев есть активы, и они не хотят рисковать своими активами. В случае развала России, ведь мало кто об этом говорит, да собственно ни Запад, никто не говорит, ведь Китай давно достаточно серьезную свою армию давно подтянул к российской границе. Ведь об этом никто не говорит, тихо молча. А почему подтянул Китай? Да потому что в случае развала России, то что нарисовано на карте они просто займут и объявят о том, что они вернули свое обратное и восторжествовала справедливость. Сейчас развалы России ждут чересчур много. Япония ждет, чтобы Курильские островы, Китай ждет. Вот многие думают и многие обманываются на том, что Китай такой крепкий союзник России в войне против Украины и Европы. Нет. Китай, конечно, делает все для того, чтобы вот в этом противостоянии, в этой войне Европа ослабла. Но Китай не хочет, чтобы Россия победила. Если Россия победит в этой войне, Россия первым делом захочет не то, чтобы не быть инструментом в руках Китая, они аппетиты у них совсем будут другие и интересы будут другие и Китай тогда придется отложить на долгий в долгий ящик свои настроения повернуть по возврату своих территорий. Поэтому сложный вопрос, однозначного мнения нет, но мы надеемся, очень надеемся, что все-таки вот это настроение в Европе, в Соединенных Штатах Америки о том, что Россия необходимо развалить и только в этом случае воцарится мир на таком континенте, как Евразийский. Я думаю, мы это ждем и делаем все, чтобы это состоялось. Спасибо, Руслан. Мне написали, что Гелла Ужди дед Маджит тебя смотрит, Маджит. Ну, хорошо, замечательно. Я помню его еще со времен, когда у меня была передача большая игра на Star Vision. Ну, здорово, что он меня смотрит. Если он меня критикует, кто-то мне писал, что критикует, здорово, хорошо, правильно, я за то, чтобы меня критиковали. у него достаточно популярный и интересный блог, я его, к сожалению, сейчас я по времени не открываю. Я в свое время был его благодарным слушателем, со многим, я тоже очень со многим не соглашался, но он интересен, очень интересный дяденька. Очень. Почему нет? Так, тут я вижу... Нет, просто блогер, у него блог свой, у него блоговский. Да. Ну, просто где-то написали, учтить, дед, вот же тебя смотрит. И, видимо, критикует. Ну, я не знаю, за что, но, может быть, и стоит мне критиковать, почему нет. Так, кстати, мне понравилось очень то, что очень многие, сразу же увидев в комментариях вопрос, вернее, Рафиса, написали свободу Татарстану и комментарии поддержки татарского народа. Спасибо большое. Спасибо вам. Мы поддерживаем вот эти заявления наших зрителей. Мы тоже за свободу Татарстана и за Рафиса, и за его правительство, и за всех его сторонников и коллег. Так, у Леры вопрос не по теме, но большое спасибо за вопрос. Почему нет сводок от Фомы и телеграм-канала Воля? Спасибо вам большое за вопрос. Дело в том, что на прошлой неделе Фома ездил, и у него просто не было интернета, а потом я уехал, и мы не смогли связаться. Сегодня должно было быть, но он, к сожалению, заболел, он говорит, голоса совсем нет. Может быть, завтра, может быть, послезавтра в этом веке. Но спасибо, что следите, спасибо, что интересуетесь. Это всегда очень-очень приятно. так. Так, глупый комментарий сразу же в бану ходит. Даже не буду его... Грузины многих разочаруют. А там еще было, что, мол, пожилые на Московском проспекте и Алексеевке хотят голосовать за них, что вполне допускаю. Грузины многих разочаруют. тоже, посмотрим после выбора. Посмотрим. Так, все. Я просто вопросы ищу, потому что так, комментарии, я просто немного, извините, пропускаю. вспомнили про Кавказский Союз, Гамсахорди и Дудаева, да, это было, и это очень важный, я думаю, момент. Руслан, Достоймин, хорошие вопросы у тебя, огромное вам спасибо. Руслан, так что нам делать, чтобы убедить Запад, Китай, арабский мир, что распад СССР это выгодно лично для них? Я думаю, здесь действительно надо очень много работать, я думаю, до конца года выйдет мой материал, где я очень много работал, давая оценку, что произошло в Чечне, почему мы проиграли, что нам надо делать для того, чтобы восстановить свою страну. И вот ровно такие же вопросы сегодня стоят и перед нами, что нам сейчас надо сделать для того, чтобы до них достучаться, чтобы они услышали и чтобы вот это все произошло. Я думаю, сама жизнь, как там Гела чуть раньше сказал, главный учитель, сама жизнь, она и подведет ко всему этому. У них должно быть понимание. Вообще, во-первых, я хочу, чтобы мы точно усвоили, Европа и Америка не могут допустить, чтобы Россия победила Украину. Они не могут этого допустить, потому что это поражение их, это личное поражение и Европы, и Соединенных Штатов Америки. Исходя из этого, всегда задается второй вопрос, вот почему бы быстро не решить этот вопрос, не выделить нужную военную технику, технологии, и чтобы прорвать фронт и победить. Ты знаешь, мне порой кажется, что если бы вот так победить год назад, условно, Яшин приходит, еще не остывший стол Путина садится, и ровно через пять лет он объявляет, что он не согласен с решением и итогом войны и так далее. И мне кажется, вот когда эта война тянется, это синично, убивают украинцев, сносятся города, но мне кажется, убивается экономика. Как бы то это так думают или нет союзники Украины, я не знаю, но то, что так происходит, я могу точно сказать, убивается экономика России. Она напрочь разваливается, она напрочь и убивают. И когда нет экономики, тогда нету и страны. И вот когда просто объявить и насильно провести межу это одно, а когда нет экономики и просто некому с центра управлять и какие-то давать финансовые ресурсы, это другой развал. И вот мне кажется, по совокупности это тоже играет какую-то роль в этой войне. Да, это цинично, это даже говорить неприятно, других объяснений я не могу найти. Спасибо. И вот Абдулла написал, что я пропустил его вопрос. Извините, ребята, пропускаю действительно, потому что тут падает все и вы же понимаете, что это. Мое отношение к блогерам из Украины, которые сеют смуту и оскорбляют народы Кавказа, надо их поставить на место, а не делать передвижную группу Украины. Кстати, Абдулла, я бы разделил ваши вопросы. Какое может быть отношение к блогерам из Украины или не из Украины, неважно, но из Украины в частности вы спрашиваете, которые сеют смуту и оскорбляют народы Кавказа. Конечно, негативное, резко негативное. И, конечно же, от этого будет здоров, дорогой Руслан, сам такой же. Значит, и, конечно же, прежде всего, они этим никак не умаляют народы Кавказа, а делают действительно зло Украине. Надо ли их ставить на место? Я думаю, что не ставить их на место надо, а надо просто доносить и до украинцев, и до всех остальных свою точку зрения, свою правду. Потому что правда, она никогда не потеряется. И любое оскорбление народов Кавказа, я еще раз говорю, это не про народы Кавказа, это про тех, кто оскорбляет. Вот о чем идет вещь. Поэтому, ну, как бы нам, как говорят украинцы, нам свое робить. Нам свое дело делать надо. А если отвлекаться, Ремизгинус часто говорит, выгодит никогда, караван никогда не дойдет до своего пункта назначения, если будут кидать камни в каждую злающую собаку. Не надо кидать камни в каждую злающую собаку. Но надо четко и ясно объяснять свою позицию. Нам, Кавказам, а я говорю сейчас за весь Кавказ в данном случае, я считаю, что нечего стесняться. Потому что и по уровню поддержки Украины, и по уровню понимания того, где добро и где зло, мы никак не меньше, чем все остальные, а может быть, где-то и больше. я не знаю, Руслан, если у тебя есть чего добавить, пожалуйста. Ты все сказал, все правильно. Там я с самого начала говорил, есть люди, которые начинают славу Украине и заканчивают передачи героям славы, но настолько там очевидно они играют и льют воду на русскую мельницу, они симпатанты, и они делают таким образом, что внутри самой Украины украинцы находились напряжение, чтобы они сеять смуту, недоверие. Такие вещи творятся, я думаю, для этого есть украинские власти, украинские соответствующие службы. Какой был блогер украинский, французский, даже тибетский, не говорил бы гадости за кавказцев, у Кавказа от этого ничего не убудет, тут в пору вспомнит восточную поговорку, если простой камень разобьет золотой сосуд, то золото в этом сосуде не станет меньше, но и камень от этого не станет богаче. Поэтому здесь все точно так же, и мы должны, как Геллер сказал, двигаться к своей цели. Да, там можно реагировать, можно вступать в конфликты и говорить, что это конец света, этого делать не надо, надо двигаться, и все, что нам мешает двигаться вперед, это есть для нас вред. Что ж, ребят, есть еще, я знаю, что есть еще там вопросы, я многие пропустил наверху, но простите, всегда так по времени, через буквально полчаса, в 9 часов по кавказскому времени будет прямой эфир с Валерой Чичанашвили, поэтому я сейчас беру небольшую паузу, а Руслану огромное-огромное спасибо за очень интересную беседу, как всегда, Руслану, замечательная беседа была, и зрители, реакции зрителей, я смотрю по комментариям, тоже соответствующая, большое спасибо еще раз за очень интересную беседу, все благ, всего хорошего, ассаламу алейкум рахматуллаху, не болейте, и двигайтесь вперед, только идя вперед, можно победить и сразить своего врага, большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами, всего доброго, до новых встреч, до новых встреч,